И мы действительно начинаем войну с рекламой, с той недоброкачественной бредятиной, которую вам вливают в уши. Потому что мы воюем для чего и за что? Ну, во-первых, за вас, магнитогорцы. К сожалению, другие города смотрят меня только в интернете. А большинство моих любимых поклонников – это, опять же, Магнитогорск. Потому что, извините, не хотим, чтобы вас разводили и вы теряли деньги. Тем более, залазив в кредит. Это глупо. Тем более, зная, что скоро такой фестиваль настанет. Что не о кредитах вы будете думать, а о том, чтобы покушать. И вот недавно была реклама. Мне не нужен секс. В смысле, купи лучше ноутбук. Так вот, ноутбук – это реальный секс. Потому что он столкнулся недавно с таким. К счастью, ноутбуки новые я не покупаю. Я их беру бэушные. И это единственный нормальный вариант покупки этой техники. И мы с кем воюем за ваши умы? Мы воюем вместе с магазином Delta Inform. Вообще, Delta Inform реально вам деньги экономит. Тем хотя бы, что никогда не впаривает то, что вам не нужно. Всегда подбирается необходимый компьютер. Delta Inform деньги вам еще экономит, когда ваш старый компьютер принимает в учет нового. Delta Inform вам позволяет использовать двухъядерный компьютер, раскрывая возможности, открывая ядра. То есть, ну это реальные специалисты. И вот кто еще лучше знает проблемы, связанные с этими дивными вещами, ноутбуками. То, что вещь эта дивная, нет слов. Но если честно, в том, что представлялось в детстве, это когда в СССР маленькая персоналка занимала три этажа, места букам не было. Сразу мысль была о планшетниках. Лет через 300. Научно-технический прогресс 300 лет в фантазиях сократил до 15. Но, зная, сколько стоили первые персоналки, неубиваемые, появление раскладушки у меня, как у человека, собиравшего синклеры, вызвало один вопрос. Исикока ремонт такого чуда будет стоить? Исикока в неумелых руках это проживет. И вот вам пример. И таких тысячи. Ноуты дохнут, точнее их убивают. Но для начала нас убил один факт. В середине лета, в субботу, а в Дельта-Информ народ. Сдали старый системный блок, там в зале. И сейчас там собирают новый. А вообще раньше такое возможно было, как вы думаете? Ну, я, честно говоря, в такой технике не очень заселен. Ну, раньше я не встречал, конечно. То есть раньше безинтернативно просто надо было идти покупать, а старый непонятно куда девать. Понятно куда девать его. Ну, выбрасывать просто, если я не могу. То есть сейчас Дельта-Информ решает эту проблему? Да, я считаю, что решает. Этот показатель не может не радовать. Люди начали включать голову. Значит, труды наши не напрасны. Процент тех, на кого не воздействует тупая реклама, увеличивается. И пользователи понимают, что компьютер – это часть семьи. И забота о нем окупается сторицей. Лето, казалось бы, охота была на банном скупаться на улице 35 градусов. Что сюда привело? Компьютер сломался. А что сломался-то? С утра включили, не работали. Сразу приехали сюда. То есть не пришлось покупать новый компьютер, получается? Нет, зачем. Мы запчасти поменяли, подобрали, все сделали. Подожди, подожди, подожди. В другом сервисе можно было компьютер отдать и ждать, наверное, день, два, три. Что, прямо сейчас делают при тебе? Да, вот, сейчас ждем. Уже, да, он собирается, до конца почти собрал. Все. То есть любимые игрушки и интернет это уже вечером? Да, да сейчас, минут через 20 уже. И еще факт. Пока мы беседовали, тот, первый счастливчик, забрал уже готовый свой компьютер. А пока мы его снимали, испарился и второй. Дав тем самым нам возможность спокойно обсудить тему насущную. Продажа, ремонт и обслуживание ноутбуков. И тут надо понимать, ноутбук в России – это дорогой и выгодный в продаже товар. Буки у нас стоят в 2-3 раза дороже, чем за бугром. И в принципе гарантийный срок-то он выдерживает, а вот что дальше? А дальше, либо это весьма дорогой ремонт, либо новый. Потому что некоторые отремонтировать дороже, чем новый купить. Дельта Информ, конечно, продает и ноутбуки, причем максимально грамотно, то есть на заказ. Но в большей степени Дельта Информ это правдивая и нужная вам информация. Что сейчас может уничтожить компьютер? Ну, ноутбук, например, ваш любимый за 24, может быть за 30, может быть за 50 тысяч рублей. Его может уничтожить ни взрывчатка, ни танк, ни что. Вот может помада, зажигалка может уничтожить его. Ну, чашка чая, вот это вот, семечки, пожалуйста, ну или пиво. Ну, понятно, пиво понятно, пролили, все, досвидос, прощай, вот эта машинка. Чай тоже понятно, семечки. Ну, это чуть-чуть дольше, но зато хлоп-хлоп-хлоп и все, там, помада, казалось бы, как? Да вот так, забыли? А, да, прости, дорогой, прости, дорогой, дорогой ноутбук. Поэтому, ну, я не знаю, что вам надо, раздолбать вот эту красивую штучку или все-таки взять себе нормальную живую машину? Вот сами подумайте, ну, практически 30 тысяч, за 30 тысяч. Вах, красота! Не буду всего перечислять, но вот эта машинка на 5 лет, это в базовой конфигурации. Вот эту штуку вы не аборитируете, а эту через 2 года можно так нафаршировать, что она угу-гу-гу, еще как потянет. Ну, а на остаток, помните, да, 30 тысяч. Любой монитор, ну, если вам монитора мало, берем, знаете что, берем любой телевизор, у него сейчас есть вход, и, пожалуйста, вы смотрите на телевизоре свой компьютер. Ну, и, казалось бы, для чего мы все это дело вам с Дельтинформ рассказываем? Ну, для того, чтобы вы поняли, что реклама – это не суть в вашей жизни. Вот последняя информация от Дельтинформ. Как можно так же легко убить ваш ноутбук? Только никогда этого не повторяйте, ради бога. Это, естественно, помощь тем, кто продает ноутбуки, ну, ладно, мы же все-таки меценаты немножко. Вот так вы сидите в интернете, ля-ля-ля, потапаля, потом вам позвонил телефон, и вы, и что делаете? Ну, это же переносной комп. Бросаете его, и уходите. Вот здесь вот, сбоку, есть забор воздуха. Там внизу воздух выходит, или наоборот. Гораздо хуже, если наоборот, снизу забирается, а потом уходит. То есть, через некоторое время, вы можете даже, кстати, не успев поговорить по телефону, прийти и к разбитому корыту. Ну, в смысле, ноутбук будет целый, но уже не работающий, потому что процессор сгорит, вентиляции нет. Вот это обилие рекламы, оно немножко меня вот настораживает. И везде стоит звездочка, и читайте, что написано мелким текстом. В телевизионной рекламе, где рекламируются ноутбуки, приходи, купи игровой ноутбук, ничего не пишется. То, что сейчас игра, это нагрузка процессора, это нагрузка видеокарты, это, в конце концов, размеры. Можно ли это все уместить в ноутбук? Да нет, конечно, вы правильно понимаете, это все ерунда. Это как бы для неподготовленного покупателя. Естественно, все эти компоненты, как минимум, они, так сказать, все имеют большое энергопотребление. Соответственно, большое выделение тепла. Если вы посмотрите, мощные машины, у них стоят там мощные охлаждающие системы, которые просто невозможно воткнуть в эту маленькую коробочку. Поэтому, все, что там можно установить, это имеет большое-большое, как бы, так сказать, отклонение от того, о чем мы думаем, когда мы говорим про игровые машины. Это первый момент. Второй момент, что, скажем, это будет стоить очень много. Даже средний ноутбук, который, как бы, будет явно уступать вот этим вот серьезным машинам, будет стоить в разы дороже, чем они. Теперь самое интересное. Как же его апгрейтировать, этот ноутбук, если мы знаем, что там даже слоты, по-моему, у каждого нового поколения абсолютно новые. Если там процессор-то не вытащишь новый, как это вообще возможно? В этом, как раз-таки, и проблема, так сказать, модернизации и старения, как бы, быстрого обесценивания ноутбуков. То, что модернизации подлежат, в конечном счете, только память и жесткий диск, по большому счету. Все остальное, возможно, только через сервис-центр с дополнительными, так сказать, проблемами финансовыми и, так сказать, временными. Ну, то есть, можно сказать, что полуреально это вообще, да? Вот. А эти компоненты, которые я перечислил в памяти, ну, так сказать, жесткий диск, они не дают, как бы, прироста особого производительности. И, соответственно, можно сказать, что ноутбук не модернизируемый компонент. Хорошо. А то у вас вот человек сегодня пришел, точнее, не один, два человека вечером в субботу пришли и ушли с новыми компьютерами. И восстановленными, и апгрейтированными, и замененными. Ноутбук так же быстро делается? Значит, с ноутбуком все, так сказать, человек, который взял ноутбук, он должен быть заранее готов к тому, что это будет всегда стоить значительно больше, чем настольная система, и будет ремонтироваться значительно дольше, чем настольная система. Дело в том, что сервис, так сказать, по ремонту в России вообще, как бы, не настроен. Как это происходит? То есть, приносит человек ноутбук, мы его принимаем, дальше мы смотрим, что неисправно. Потом то, что неисправно, мы ищем у поставщиков. После того, как находим у поставщиков, связываемся с поставщиками, есть ли это в наличии. После этого связываемся с человеком. Так сказать, он приходит, делает предоплату, потом мы делаем заказ, потом это едет, потом ремонтит, потом он дает. Сами понимаете, это вот в один день это не получается. То есть, когда, так сказать, продавцы разговаривают про эти вопросы, они сразу делают временные рамки 2-3 недели. Это значит, вы должны автоматически быть готовы, что на 2-3 недели вы остаетесь без компьютера. Ну, и опять же, возвращаясь к нашей рекламе. Посмотрев наше телевидение, мы понимаем, что российское общество страдает импотенцией, страдает от того, что зубы у него неправильные. Ну, там много всех болячек и, наверное, страдает от того, что неправильно дают информацию. И, по-моему, ноутбук это не спасение, это какую-то проблему для обыкновенного человека, который не занимается бизнесом каждый божий день. Да, это такой ящик Пандоры. То есть, как бы, вроде как бы его вам дали, то есть, вроде он все хорошо, а все остальное потом начинает проявляться. То есть, ноутбуки это категория товара, так сказать, который очень быстро обесценивается, который не модернизируется, который требует, как мы видели, очень внимательного отношения в работе, да, так сказать, что он на пыль очень, так сказать, реагирует. Если обычный компьютер вы, так сказать, ну, в худшем случае сами крышку сдернули, пылесосом, так сказать, протянули, вот и все, да. То с ноутбуком вам нужно его раскидать весь по косточкам, соответственно, за это нужно заплатить мастерам, это требует времени. Опять вы сидите, так сказать, без компьютера, без ноутбука. Поэтому, как бы, все, что касаемо ноутбука, он нужен только в одном случае, когда вам действительно мобильно, так сказать, нужно пользоваться компьютером. Все остальное, как бы, это уже от лукавого. Здесь, опять же, вам дают только то, что вам реально нужно. Игровой компьютер, компьютер для бизнеса, компьютер для интернета, компьютер для видео. Или все это вместе взято, и тогда это реальная машинка. Где располагается Дельта-Информ? Карла Маркса 164, это торговый центр Зори Урала. Помните, он сейчас разбит, тут здание-то одно, в принципе. Вход есть и с юга, есть и с торца. Конечно, здесь рядышком есть и конкуренты. Но в Дельта-Информ всегда есть то, чего нет у других. Поэтому, прежде чем куда-то обратиться и задуматься о покупке компьютера, либо того самого ноутбука, задуматься вообще о том, что вам от жизни нужно, в смысле компьютерной техники, приезжайте сюда.